Привезенные в Сочи святыни православные путешественники называют Харугвью экспедиции. Что же касается непосредственно иконы Иверской Божьей Матери, то написана она лишь 4 года назад. И теперь ее предназначение – это путешествие по православным храмам городов России и зарубежья. Сопровождают образ Богоматери и частицы мощей 22 святых казачьей организации, которые стали инициаторами такой экспедиции. А прошла она уже по Чукотке с Алтаем, облетела границу с Китаем, побывала в Германии и Франции. И на Афоне старцы, когда узнали о том, что кто мы, что мы казаки, что у нас есть такая мысль возродить крестные ходы, как это было до революции, они благословили эту икону, благословили нас на именно крестный ход по всей России и с целью миссионерской, духовно-просветительской целью. 4 года она ходит, она нигде не стоит, все время в походе. У экспедиции два этапа. Первый – сухопутные. В Сочи же святыни добирались морем. Такое путешествие Иверской иконы Божьей Матери с мощами святых апостолов, ко всему прочему, призваны молитвенно соединить. Свято-Михайловский Афонский Закубанский мужской монастырь, побережье Черного моря, полуостров Крым, Святую гору Афон и казачью Голгофу в Эгейском море, остров Лемнос. Для верующих же это возможность набраться духовных сил. Прикладывание к святыням священнослужители сравнивают с традицией хранить у сердца фотографии близких людей. И когда трудно, когда тяжело, люди достают эту фотокарточку и целуют. И как будто целуют своего сына, свою любимую, своего любимого, своего отца, мамы. То же самое и для нас. Эти святыни, которые приходят в наш город, прибывают, это та возможность прикоснуться к тем, кого мы очень любим. Это святые угодники, это небо, это частичка того неба, к которому мы становимся причастными. Иверская икона Божьей Матери – одна из любимых и почитаемых у православных христиан. Здесь моя самая любимая икона. Наша семейная икона тоже, это иверская. Когда к святыне прикасаешься, то в душе происходит что-то такое, что человек не может объяснить. Душа открывается, поет, идет к Богу. Святыни – участники 80-дневной экспедиции. Афон и Русь с единым духом побывают во всех сочинских храмах. На курорте они останутся до конца месяца. Подробно график размещен на нашем сайте fkt.com. Заключительный же этап похода – это Майкопский монастырь, откуда икона с мощами и отправилась в путь. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.